Всем привет, ребята! Здравствуйте, с вами Братуха, русскоязычный блогер, работаю с игрой, играю в игру, снимаю видеоролики уже 4 года, наверное, да, 4 года, ребята, с ума сойти! 4 года! Я ещё помню, маленькая Соня была годовалой, там полутора, ей сейчас 7 лет, даже может 5 лет, не знаю. В общем, с вами Братуха, и это самый преданный её блогер. По поводу блогера, очень хотелось бы, ребят, самый преданный блогер, звучит как-то, знаете, настораживающе. На самом деле, Братуха лукает, он кормится с этой игры, прям покупает корм для себя, для своих сородичей. В общем, так считает Ультрафиолет, но дойдём. Самый популярный комментарий под прошлым видеороликом Алексей Домников написал, Володю не скучно смотреть, он живой, эмоциональный, в ад, и цепляет не то, что всякие там глошманы и отранионы. Да, я реально, ребята, живой, и представляете, всё то, что, ну, в общем, всё было бы, ребята, ещё намного интереснее, просто, ну, не хотят, не хотят. Ультрафиолет пишет, 21 час изменено у него, кстати, он изменил своё сообщение, наверное, что-то написал, очканул, потом поменял. Боишься, что закроют игру, и тогда ты без хлеба останешься, поэтому ты против жалоб и бунта. Да, а я спрашиваю, а что, типа, малая игра вокруг с миллионами игроков в онлайне? Он пишет, а ты кормишься с какой-то другой игры? Дмитрий Б. отвечает, а он кормится с этой игры? Да, на, ты сам закрыл на игру. При 23 сабов, 400, 1400 просмотров, соответственно, монетизация фуфлова, да, с чего кормиться-то? Да, в принципе, правильно. Ребят, действительно, я играю в игру, ну, вот, как я уже объяснял, потому что она мне нравится, ни одна мобильная игра так не цепляет. Вроде что-то цепанёт, но одно потом быстро надоедает, потому что оно однообразное. Здесь, ребята, постоянно что-то новенькое, здесь одну пушку, надо месяца два качать, робота надо два месяца качать, и всё это надо зарабатывать. Это, понимаете, бесконечная гонка вооружений, это товарищи, интересные бои, глобок краснопёром, никогда не был красным и не буду, всегда на стороне голубых и синих ультрафиолетовых пацанов. Так вот, игра реально обалденная, я не знаю, зачем её губят разработчики, им, конечно, всё равно, да. Ну, ничего не поделаешь. И что, ребята, как кормлюсь? Ну, вот как, где-то 150-200 долларов получается с 2-3 тысяч просмотров на ролики в месяц. То есть там 5-6 долларов в видеоролик получается, наверное, где-то, да? Или 3-4, в общем, как-то так, представляете? Дальше, донат, да, ребятам, спасибо большое за донат, но, как бы, я не ставлю донат на прожить, например, на месяц, как делал это имперский, дожить до следующей зарплаты или прожить месяц. Вот, и я, у меня стоял донат, как вы помните, на подарки, да, вот на мобильный телефон, там, на час мобильный, там, на квадрокоптер, на это. То есть это подарки, понимаете, их нельзя, как бы, корм купить. Да, я с квадрокоптера выполняю какие-то задачи, люди приходят, просят, платят. Вот, ну, поймите, 60 тысяч рублей отдать для того, чтобы заработать, там, с одного ролика 2000 рублей, полетать, поснимать. Так, год уже, полтора года прошло, у меня один аккумулятор сдулся, он на 5000 рублей на замена. Ребят, то есть, как бы, кормиться-то, понимаете? Вот, ну, ну, что поделать, я не знаю, ультрафиолета жаба дает или что, зачем ты ходишь ко мне, если тебе жаба дает? Зачем ты ходишь, смотришь видеоролики, если тебя давит жаба какая-то? Я просто еще раз, блин, объясняю, есть фильмы, кинотеатры, которые люди платят билеты, входят, смотрят цирки, там, мантырки, да, и получают удовольствие. Для них работает ряд людей, правильно? Есть автобусы, ты платишь билет, покупаешь билет, платишь, да, за проезд, едешь. То есть это услуги, купли-продажи, аферта, да? У меня здесь нет купли-продажи, понимаете, абсолютно, я, это мое творчество, мое хобби, я снимаю видеоролики, нравится они вам, не нравится, у каждого свой взгляд, ребята. И я выкладываю их на ютуб, и кому-то они нравятся, кто-то, ну, реально кайфует от этих роликов, ему интересно, он не один, ему не скучно по жизни. И это хорошо, то, что ультрафиолету жаба дает, это его проблемы, гнилые проблемы, другие люди тоже жаба дают, гнилые, ну, и уйдите с канала, ну, не смотрите. Ну, ребята, ну, хватит уже, блядь, страдать такой хренью. Ну, взрослые люди, каждый месяц, каждая неделя, ребята, за 4 года я каждую неделю выслушиваю какого-то вот такого вот ультрафиолета, или в ютубе, или вконтакте. На фейсбуке, кстати, редко пишут, вот на фейсбуке, ой, вконтакте или в ютубе, постоянно какие-нибудь находятся жабы душотворные. А потом они шуруют и чирикают всякие новости, что вот ты не донатишь в игру, ты просишь, чтобы тебе донатили. Я говорю, да как я прошу, чтобы не донатили? Да что, когда это было такое, чтобы я донатили мне в игру? Ну, ребята, мои дорогие, ну, где такое вообще может быть? Я в шоке. Вот, и, пожалуйста, вот сейчас вот переписку покажу, вот прямо сейчас свежий скриншот сделаю. Реально, это, ну, чума какая-то. Две часов назад парень написал комментарий, сейчас, ребят, покажу. Ну, не смотришь ты, братуху, зачем ты вот какую-то такую дичь исполняешь? Просто, ну, непонятно, зачем вот это исполнять? Если ты не знаешь, не в курсе, ну, нафиг ты лезешь? Понимаете, дело в том, что ему кто-то что-то сказал. Разумеется, он ни хрена не знает. Пошел и начал мне выписывать сообщение, на которое я читаю и трачу свою часть энергии, понимаете? Свою клеточку отдаю этому сообщению, и чтобы ему тоже ответить. Да ты-то не донатишь, это делают за тебя, ты еще хуже простых донатеров. Они хоть свои деньги тратят на игру, а ты нытьем просишь других, это сделает за тебя. Вот 9 часов назад, пожалуйста, наверное, под прошлым видеороликом. Кто тебе сказал, тебя обманули, я запрещаю донат мне на игру. И когда ты стал запрещать донатить на игру, ёпта, да блин, уже года два, или где-то так, ребята. Я запретил донатить в игру, потому что, ну, и я никогда не просил донатить в игру, абсолютно. Я или сам качаюсь, или разработчики могут помочь, если захотят. У меня всегда, вот, начислите и без проблем. Ну, конечно, когда они первого уровня дарят робота первого уровня, это смешно. Делай обзор, на что, на первый уровень. Или вкладывай свое серебро, а как мой весь ангар там. В общем, ничего ему не объяснить. И ребята покупали, я ругался и так далее. А потом все, когда они стали нерфить вот этих роботов, которые Аресы, Ауджаны, Спектры, ой, Хаечи, Лайтли, да, вроде бы задонатил на Хаечи. Их понерфили, и все, их стало жалко, их выкинул в ангар, на склад, понимаете. Все, я сказал, не надо. Не надо, все, ни операции, ничего, абсолютно ничего не надо. Ребята, лучше вложите себе в аккаунты денежку. Вот. Такие люди приходят, и, понимаете, вот ни один из блогеров не может, как бы, без хейтеров, понимаете. Но, вот я лично готов любого блогера поддержать. Если вы новичинающий, и на вас там идет хейт, обращайтесь, я поддержу, помогу. Вот, вот такие вот, ребят, дела. Даже морально постараюсь вам как-то объяснить, что не стоит тратить эмоции, как бы. Я, я, да, да, я, я совсем другой человек. Я трачу эмоции, отрываю все частицы каждому человеку, ну, для того, чтобы, блин, в каком-то месте для интересного контента, да, троллю там специально. Но, понимаете, когда я начинаю вот так уйти, тогда они щемятся. А некоторые блогеры, они, они начинают снимать, и на них идет хейт, и они начинают щемиться, блогеры. Вот, это было Кусь, Кусь вроде бы была девушка, да, она перестала снимать Игру Во Роботс. Хотя, представляете, такая красивая девушка могла бы поснимать Игру Во Роботс, было бы куда интереснее посмотреть ее, чем какого-то там Артуриона или Греквана, согласитесь. Но Артуриону я помогал, да, и советом там, и тоже, ну, помогал. Почему, если человек, тогда он нормальный, как бы был еще, да, не подлизывал никому с задницу, вот, всем, 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 и друзьям, и врагам, блин, понимаете, всем зад подлизывал. То есть, даже, представляете, ну, вот как Андрей Грекман бы себя, вот как он себя чувствовал, когда он с Артурионом общался, да, как, как, как с товарищем общался, да, с коллегой, с умным, там, воспитанным, да. Ну, мы поняли, что таким не является Грекман с его вторым каналом по братиш, да, вот, то есть, это все была показуха. И как он к нему относился бы, представляете, когда товарищ Артурион сейчас дружит с товарищем Грекманом, и потом идет дружить на стриме с товарищем Братухой. Ну, как, вот, объясните, ну, конечно, тоже негативно, как ты, говорит, ну, я ставлю себя на место Грекмана, мне это не понравилось, разумеется, мне не нравится то, что он жопу подлизывает и тем, и тем, и тем, понимаете. То есть, абсолютно такой вот человек, и я даже не знаю, я бы на месте Грекмана с ним перестал бы общаться, хотя, хотя, ради того, чтобы, там, с пиксониками не поругаться, там, туда-сюда, да, скорее всего, наверное, они общаются, да. Вот, как бы, пиксоникам нужен коллектив, там, чтобы они не ругались. Ну, вот такая вот, ребят, ситуация, да, то есть, я готов помочь любому человеку, да, то есть, но этого, к сожалению, понимаете, этого-то вот как раз-то видят только, вот, ну, большинство людей, да, но видят и молчат про это. А вот про то, что кого-то там я донат попросил на игру и так далее, или кого-то я там нахуй послал, да, про это, да, про это, ох, ё, там, столько, такая буча, ребят, ё, замотал. Там, там, ураган смирчовый, там, ой, прям рвутся трусняк, трусняки у людей, трусы-панталоны, хе-хе, рвутся, ой, мама, не горюй. А как вот, да, что-то делаешь, делаешь доброе дело, никому, похер всем вообще, похер нахер. Ха! Ну, и вот такая у нас натура человека, понимаете, вот, как у нас, вот, я сколько раз, да, там, мы вот общались, кто-то мне говорил, или я, не помню, кому-то говорил. Человек всю жизнь делал мосты, понимаете, всю жизнь в городе спланировал, построил мосты большие, народ его уважал, это мостостроитель наш, обалдеть мужик. Но потом он в конце жизни попался в борделе с голубым человеком, да, и потом пьяный с ним целовался в автобусе и, в общем, даже в парке начали тьпокаться в зад. То есть это все дело по пьянке было. Как вы думаете, конечно, что запомнил народ? Он запомнил то, что и начал говорить после смерти этого мостостроителя, что он не мостостроитель, что он заднеприводный, понимаете, что он в парке тьпокался. Все, то есть абсолютно заслуги перечеркиваются человека, стоит оскверниться каким-то образом в глазах народа, сообщества. И понимаете, вот я всем говорю, пары молодые, вот когда ко мне приходят на психологические разборки семейные, ну, как психологу, да, приходят ко мне и начинают все изливать там, вот она там соседи, соседи, что скажут соседи, вот он там это, это делает, жена кудахчет. А я объясняю, вы не смотрите на соседей, вы соседей сколько раз видели за неделю, она говорит, два, мы поздоровались, а мужа вы сколько раз видите, он говорит, каждый день видим, так а зачем вы портите настроение с мужем, если вы соседи вообще не видите, а с мужем, живите в семье, понимаете, живите, радуйтесь жизни, не ругайтесь ради соседей и каких-то людей, ну, со своими родственниками, понимаете. Ну, у нас вот все вот так вот и происходит у людей. Беда, конечно, беда, а что, а что поделать, на то и люди, на то и люди. Пивасик, ну что ж, отвлекемся, ребята, от балабольства, балабала-бала-балабала-балабала, от балабольства, и окунемся, ребят, в игру, кстати, по поводу игры, по балаболе маленько. Сегодня стрим был, три с половиной часа, ядрен батон, мы играли на раз-два-три еще и с доком. Днем, ребят, тюма, как время быстро пролетело, я даже не заметил, три с половиной часа, вы представляете, это, это происходит. Фактически трудоемкий такой процесс, сидеть, играть, да, и еще и базарить, и что-то еще там придумывать, вот. Но все, вы можете это посмотреть, ребята, все три с половиной часа стрима на канале Братуха Лайф совершенно, ребята, бесплатно. Вам не надо покупать подписку или покупать какие-то билеты. Абсолютно бесплатно стримы для вас. Ну, если модуль, конечно, Overdrive Unit мне купите, что 50, я там барыжить начну в игре, то да, то, в принципе, я буду не против, чтобы вы смотрели бесплатно. Ну, поняли, да, сарказм. Кто не понял, тот дурак, конечно, что поделать. Вот, и на этом стриме-то, почему я про стрим говорю, там мы играли с тремя веб-камерами. Я, Спайс Грибник и Док в конце, да, ну, где-то ближе к концу, потом я с телефона решил, потому что лагало жутко, потом все сорвалось и так далее. Но мы играли втроем на камерах, да, вот прям я слева, а они вот справа вдвоем. Но я так и понимаю, что мой компьютер не вывезет, потому что лаги были ужасные. Вот я сейчас играю, нифига не лагает, а вот там лагало жесть. Возможно, надо апгрейдить компьютер в ближайшем будущем. Или просто стримить, как раньше, добро пожаловать в Дискорд, бала-бала. Или то же самое, все, включать, запускать процессы и играть на телефоне. Но на телефоне сейчас что-то я попробовал после этого на телефоне поиграть. Очень-очень трудно играть с пальцем. Стоянно телефон приходится перебирать. Я заметил, что я на огне, ребят, на огне абсолютно, как вам сказать, играю на драконе. Я не использую этот, как его, огонь. Я огонь не подключаю, понимаете, какая история? Да-да, огонь не подключаю. О, смотрите, у братухи шестое место. Миллион сто шестьдесят три тысячи. Хорошие, хорошие бои. Колоссальные. Не знаю, как люди играют, как они в топ выходят. Я всегда на последнем месте. Чума. Прямо какая-то колдосток какой-то. В общем, еще, ребята, у нас в ангаре вчера появился Найтингел. Это кто смотрит ролик с начала до конца, сейчас очумели от того, что произошло. Вчера на стриме за четыре тысячи голды и сто пятьдесят миллионов серебра я улучшил Найтингела до двенадцатого уровня. И за пятьсот голды я его усилил до зеленого состояния. То есть, ребята, Найтингел. И, кстати, у меня две криво и одна пината на нем стоит. Да-да, ребята, это Найтингел. Вирджиния девятого уровня у нас. У нее первый уровень. Найтингел это быстрый захват цели. Вообще, на самом деле, как бы можно повесить два скоржа, один спарк. Это будет чуть помощнее, чем у Фантома. Но у меня скоржи заняты, они как бы на роване. И потом они сводятся. Потом человек уходит в инвиз. Опять надо сводиться. Но это золотое умение. Может его, в принципе, взять, поменять. А на что? На какую-нибудь лечилку? Ну, давайте попробуем заменить умение прямо сейчас. Так, случайное, конечно, случайное. Полтос стоит. Так что Найтингела вчера, ребята, качнул. Найтингел наносит повышенную урон способностью. Десять процентов? Ну, я не знаю. Стоит? Нет. Ну, давайте пока выберем. Максимум девять процентов он наносит. Да, сколько он наносит? Вот вопрос. Интересный. Так, четыре тысячи семьсот. Ага. Ага. Ну, это как-то странно. Беспонтовое, да, какое-то умение. Или нет? Вот давайте, ребята, мы с вами в комментариях и пообщаемся. Нормальное оставить или искать что-то другое? В комментариях, ребята, пишите. Ну, разумеется, тот, кто у нас досидел до второго боя. Я так понимаю, сейчас у нас второй бой идет. Я сейчас носки снимаю, потому что в магазин ходил. Так, второй бой. Жарко в носках сидеть. Второй бой я беру Найтингела. Найтингела беру и идем в атаку. А в какую я в атаку иду? Вот. А! Найтингела я взял, говорю. Обманщик. По привычке-то я Равану взял, лузер. Лузер, лузер, братуха. Бывает такое, ребят. Ха-ха-ха. Ну, что, пойдем центр держать. Центр, кстати, уже кто-то забрал. Вот сейчас ничего не лагает. А вот сегодня с двумя камерами лагало. Маяк наш. Можно, в принципе, выходить из сумраков. Кого-нибудь уже долбать. А это, ребята, та самая пушка, которая не дает вам возможности отрегениться. Но я что-то подозреваю, что она какая-то говно пушка. Да, а кто его будет бить, кроме Хлоука и Титана? Отличный робот. Попробуем вернуть дамаг обратно. Но все-таки ему сейчас наносится урон. Вреждения присутствуют. Мне лечиться бесполезно. Вот. И думаю, что за этими пушками будущее. Потому что хрен ты вылечишься после нее. Ты как бы можешь вылечиться, а вот противник уже и хрен. Убили, братуху. Ну, на тингелы берем, как обещали. Что там? 20 секунд, говорят, у меня полет. Но мне что-то слабо верится. Сейчас попробуем народ полечить. По 8 тысяч, что-то там какое-то лечение у меня. Но, понимаете, вот застанили и все. Глазиком. Хотя, смотрите, какая есть возможность убежать. Опс. Ну, рог, кувырок. Опять застанили. Я просто чума. Опять застанили. Это Вован хохол, блядь, козел. Они там все козлы. Сейчас я пушечки вот эти вот включил, да? И вот я тут остался вот так лечу теперь. То есть использовать лечилку можно с обоих сторон, да? Высоко я не поднялся. Встаю, Фалькона лечу. 8 тысяч в секунду. И нормально, да? А потом морозилку на него накладываем. Я взлетаю через 7 секунд, и опять Фалькона лечу. Типа так работает эта система. Фалькон, отойди, ну, видишь там? Тупой Фалькон, ребят. Тупой Фалькон. Отошел бы ты, Хоук его бы сжег. Победа. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Ай-яй-яй-яй-яй, ребята, восстановление отсоединения. Интернет в порядке. Интернет в порядке. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Обрубило всё. В ангар, ёлмата. Такой бой. Может, ещё респанётся. Ой, блин, да что ж такое? Первый раз такое. Давно такого не было. Вот, наверное, такого не было. В ангар прямо меня отправили. Я сейчас сомневаюсь, что я в ангар войду Звук есть Ну то есть видео включается на ютубе Окей, попробуем войти в игру Вот эти снаряды, я смотрю, они как метеоры падают Да, проверьте подключение к ангару Окей, сейчас зайдем в другую игру Если она тоже не подключится к интернету Тогда проблема с интернетом Это муравьишки, покетанст Не заходит Не заходит А что такое, может у меня правда интернет нет? Нет, отключено Все в порядке Сейчас попробую перезагрузить тогда LDPlayer Пауза Заходим в Pocket N105 Перезапустил В чем проблема Проблема нет, загрузка есть Муравьишки, мои муравьишки О, красноперые муравьи у меня появились Ну короче тут ладно, мы тут сами разберемся Давайте Войдем в игру Бороботс Там надо муравьишки, красноперых Бодать Ну там легко Ничего интересного Заходим в игру, пробуем Перед стримом надо будет еще Попробовать Перезапустить ПК Или я уже его выключал Вот все, в ангар вошел, смотрите Возможно LDPlayer закис Сегодня он у меня не выключался вроде Так, там бой мы Выиграли, проиграли, не знаю Сейчас посмотрим скидки Жалко, печально, конечно За 4400 рублей Ребят, можете купить 17000 голды Как у братухи было, помните? Как вот специально разрабовала Вот было у братухи 17330 голды Разработчики говорят Давай-ка братуху подъебем 17330 голды За 4399 рублей Ребята, вот вам боевая задача Вторая на сегодня Сходить на прошлый видеоролик Посмотреть сколько у меня было голды Такое же количество или не такое Пишите в комментариях Ну и в принципе дальше пошли Смеются Смешарики Вот дофига чего продается И в принципе все Надеюсь у нас нет Один светится, смотрите Чего светится, непонятно Не люблю когда светятся Вот эти красные кругляшки Прям Вот здесь да 15 платина получить Здесь чисто задание В принципе давайте третий бой Бустер у нас работает Бустеры еще будут работать 6 минут Но они будут работать Они не закончат Ну через 6 минут они закончатся Но на весь бой они все равно будут То есть успеете войти и бой И в конце вам начислят все призы Впереди ребята черная пятница Не вижу разницы от черной пятницы Абсолютно Надо, не надо кому эта черная пятница Итак, бой начинается Найтингел обещал ребята На глайдере Глайдер кстати 5 кругляшков у него 3 кругляшка на Супрешион И 2 кругляшка на заморозку Так, 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 так Давай лети гад Ну лети ты пожалуйста Жаль не высоко Взлетает И вот камеру хотелось бы Вот в разработчике Если меня смотрите Вот как бы камеру Чтоб сверху было видно Так что-то вообще не видно Даже Где ты Ну тень какая-то есть слабая Но Центр где-то не знаешь Где ты приземлишься Вот сейчас я его должен Заморозить Занежить И пушки ему зацепресинить Понимаете Ну дамага-то конечно Никакого нету Согласитесь, да Ну тоже чушь какая-то Пока парня этого подлечишь Маяк забрал-то хоть, нет? Забрал Не привыкнуть так долго летать Я привык на драконе Чума Быстро падаешь А тут В принципе Как тоже робот такой Знаете Тоже можно назвать его Диверсантом В плане Подобрался Изюли Кому-то навешал И улетел Рената бомбящего Буду подлечить Ну да ладно Через 10 секунд Давай Рената подлечим Давай выходи по одному Ууу Алексея убила ну там пол робота снес ну смешно да ребят тоже согласен что смешно а а сейчас пойду лечить парней ну чё зашивая там накидал сейчас он короче всегда респонется обратно и мы взлетаем парни лечим смотрите огонек ваще жаль при падении нельзя стрелять да да давай маяк держу пинается смотрите пинается гад куда не надо не надо бить меня отстань от меня убьет убьет нормально два найтинге вот это бой посвященный найтинге более-менее такой у нас ребята 12 уровня уже две ноги сломано на пушках крио 11 уровня 12 уровня тампината ребята вот такой бой убили убийцы ну чё блин даже не знаю что делать мы как бы я так и думаю что все равно проиграем да попробую я за маяком сбегать надо было наверное рован убрать вдруг выиграем еще не хочется просто стрелять посмотреть дома хочется наверное придется стрелять вот его парня дракон ну если успеем маяк захватить то да ну в принципе я один залп сделал у меня пушки были покоцаны я с маяк забираем и прыгаем вперед да ладно все равно проиграли да проиграли ну что чистый бой на одном найтинге ребят а интересно сколько дамага нанес сколько наличил на каком месте делайте ставки господа а я на шестом месте уже сразу вижу и чего там у меня получилось миллион четыреста сорок четыре три маяка один убитый восемьсот семьдесят четыре то есть у меня такое ощущение что на моем аккаунте тупо наложено какое-то проклятие я не знаю проклятие пиксоников наложено на моем аккаунте всегда шестой но руки конечно из депы торчат это понятно в общем вот так миллион четыреста сорок я наличил на дамажил вот посмотрите каким роботом его в конце можно брать но там весь бой понимаете криво 11 уровня ребят 11 не 24 не мк 2 12 11 11 не 12 11 уровня представляете два криво одна пената 12 уровня ребят пената пената 12 уровня но она зеленая просто переведена за голду но она не апнута найтингел но тоже 12 только плюс один уровень 233 230 тысяч вроде бы у меня там на нем и вот такие характеристики да вот такая вот ребята база и вирджиния посмотрите повышенный урон способностью только наносит бесполезное умение да я тут уже даже понимаю что вы мне скажете бесполезное но подождем бесполезное умение повышенного способности потому что я ни в кого не стреляю это еще один из минусов надо стрелять в этих игроков роботов для того чтобы накладывать на них проклятие оружия и они тогда наших меньше бить будут но понимаете пока головой туда-сюда крутишь надо еще привыкнуть к этому роботу вот такой ребята получился запланированная у хотел я сегодня видеоролики заснять на тенгела но я забыл ребята про него и вспомнила только на втором бои представляете это упростите на тенгел в общем ребят шикарно шикарно что что поделать мне нравится мне нравится этот робот красавчик воротухин красавчик но его надо фул как вот правильно артур написал что надо его фул вводить вот сейчас он пред фуловая надо его фул таскать и оружие и и вирджинию вот это вот ребята разумеется да и чтоб он сам лечился и так далее до 70 уровня вот тогда full party full будет это да это будет монстр ну как монстр но будет веселый и и пушки ему бы вот эти вот которые триста метров дамажат музыкальные пушки на него повесить и летать но к сожалению ребят не могу вам такого продемонстрировать ну не хотят разработчики помогать ресурсами не хотят давайте ребят на этом закончим на найтингела миллион четыреста сорок четыре шестое место конечно было бы первое было бы здорово но я бы наверное на драконе надамажил бы больше то есть как блин я его еще и неправильно использую тоже что ваши комментарии жарких читаю всем спасибо ребята до свидания пока пока